Послание святого апостола Павла к евреям, 2 глава, 1 стих. Слушайте внимательно. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Особенно внимательны должны быть. А у нас, как только начинают считать, видишь, уже ночь наступила. Но, вот некоторые не знают еще, что Слово Божие имеет определенное число звуков, определенное число букв, черточек. И Господь говорит, небо и земля исчезнут, но ни одна йота и краткая не исчезнет, ни одна черточка. Иоанн Затаус говорит, не пропускай единого Слова, там скрыто такое, что уже 2000 лет мы все еще говорим на эту тему, и открывается все новое. Слушать и слышать, это встречается в Библии, 2005 раз. 2005 раз православные пренебрегли этим словом, не слышали. Господь постоянно спрашивает, как слышишь, как считаешь. Он отвечает. Что спрашивает того, которого не учили? Вот то, что мы пережили, потеряли царя, сотни тысяч монаховских священств, что-то война была. Все это из-за незнания Слова Божия. Слово Божие, это на первом месте. Если ты его не знаешь, ты еще ничего не знаешь, как должно знать. Вот сколько вы начинаете песнопение, петь 103-й псалом, и Слово Божие, 50-е, и Слово Божие, и Святой Библии. Святые Божие, Святые Божие, это открыто было. Мы считаем, несколько мест. Матфея 11,5. Как бы даже слушать. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. Вот когда слышат Слово Божие, что бывает? С кем это было? С каким пророком? Только со Христом. В плотской жизни мы большую счастье глазами берем. Вот есть люди глухонемые, ну, кажется, обездолены. Они живут нормальной жизнью, меньше нагрешили языком. Они считать умеют. Они настолько бывают внимательны к слышанному, что позавидуешь в другой раз. Это Господь открывает так. Вера от слышания, не от бредения. Я напомню некоторые цифры, если они знают. 1656 лет прошло от сотворения Адама, и наступил потоп. 1656. После этого проходит 721 год. Итого вместе 2376 лет, когда Господь при Вавилонской башне разделил языки. Вот столько языков сегодня на земле. Какой язык мы знаем? Мы свой родной-то русский сейчас ошибками пишем. А есть люди, называются полиглоты. Они несколько языков знают. Вот, кажется, в Рубцовске, мужчина один, 15 языков знает. Я языки изучал разные, и могу сказать невероятные. И он спрашивает, где вы время брали? Он говорит, как, перестройка была. Я в очереди стою, говорит, и считаю очередь. Как бы в очереди-то не стоял, говорит, и времени свободного не было. Мы не интересуемся о том, что считаем, какими именами нужно Бога прославлять. Вот сегодня говорят, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Другие говорят, аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Как правильно? Правильно, и то, и другое. Потому что аллилуйя, слава тебе, Боже. Два раза по-игрейски, а один раз по-русски. Это одно и то же. И спорить абсолютно не о чем. Мы считаем в Библии, вера от слышания, не от того, что видел. Сегодня экранизируют все. И жизнь Иисуса Христа, и апостола Павла, и по тем местам люди идут. Все это в фильме снимают глаза, начали участвовать. А до этого не было. Причащаются вкусовые качества. Ладан пошел, обоняние. Где-то что-то поехали в пещеру, и там где-то можно пощупать. Там стопочка Божьей Матери. Я видел там как вера от слышания. Вера по-другому не принимается. И ты должен принять Христа как Спасителя. В первую очередь человек должен поверить, что он грешный. Ну и мы же говорим, Господи помилуй, это не то. Мы погибшие. Один человек приписывает Тартулиану, сказал. Душа человека по природе христианка. Мы спрашиваем, какая у Адама. А дальше она рождается язычницей. Как ведет себя капризный ребенок. Как маленький, совсем маленький, настаивает на своем, кричит. Он уже смертный, в нем смерть уже. И каждый день он приближается к смерти. А растет, ну, гроб больше только делать надо. Мы должны это все время чувствовать. Где бы я был, если бы я не услышал Слово Божие. Где бы я был, если в сердце мне не откликнулось на призыве. Он говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Идите по всему миру и благовествуйте. Проповедуйте, проповедуйте Евангелие, проповедуйте. Евангелие нельзя только книгу показать. А что книги-то не знаем. Говорят, ну вот вы ходили, проповедовали. Можно ли вашу проповедь сравнить, как апостолы? Даже нельзя сравнить. Наша несравненно выше. Как так? Да так. Они по проповедованию шли. Вот один раз я говорю, что ты записываешь? Не записываешь сидишь? Не записываешь? Сектанты сидят записывают. Они знают. А у нас нет ничего этого. И они уходили. А мы в каждый дом заносим Евангелие. Поехали к Коробенниково. Главная икона Алтайского края. Где там каждый год там крестный ход, тысячи людей идут. Обошли село. Я не знаю сколько там дворов, но мы захватили все. Много приехали. Машин шесть. И только два Евангелия нашли в народе. Одна выносит. А у меня вот посмотрели сонни, как сны разгадывать. Да почему вы не считаете? Отец Роман нам расскажет. Отец Роман у них, я романах, он расскажет. Но почему же Аллах не рассказал, что нужно читать Евангелие? 1 Тимопея 4.16 апостол Павел пишет любимому ученику своему, вникай в себя и в учение. И занимайся с ним постоянно. И вот так поступая, поспасешь себя из вышущих тебя. А если не так, никакой надежды нет. Бог будет судить по Слову Своему. Мне это Слово, лично мне, открылось в первый день. 12.48 мы считаем Евангелие от Иоанна. Иисус говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас. Оно, оно здесь. Уже приговор записан. Как оно меня будет судить? Тут известно, на экзамен идут, говорят, что экзамены, какие? Первый или второй? Здесь точно так же. Накормил, напоил. Но это все для внешнего. Насколько важнее спасти душу. Мы сегодня говорим об ушах наших. Что мы слышим? Определенно, четко нам Господь говорит так. Иоанна 8.9. Так, ну, минутку. Не то. Лука 9.44. Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Господь открывает для нас уши, и чтобы мы для Него тоже открыли. Если вера, слышание, я должен признать, что я рождаюсь по природе язычником. Я умру, буду в аду. Вот это вот наша мама сумела заложить. Больше она ничего не могла сказать. Она не знала. Потом она обратится, войдет в церковь, будет в священство. Но вот одно такое, начало мудрости, страх Господень. Вот оно у нас написано как. Вот этого примчите детей. Приучите, чтобы они слушались вас. Мы сегодня чуть большую беду не заработали. Предупредите родителей, у кого здесь дети маленькие. Мы работаем на пилах, бензопилах. И работаем прямо за домом. Сваи с роща нужны, мы их заостряем. И в это время два вот таких ребенка из-за угла на полной скорости выскакивают. По нашему двору, за нашим домом. Спотнулся об один, голова отлетела. Это все сегодня было. Почему же не примчать? У чужой двор заходить нельзя. Примещите к этому. Тем более, один бежит, так вот, вот, за руку держит. А рука выскочила, и все. И там двери открыли другие, где они забегают, покуда. Предупредите родителей. Они могли нас посадить сегодня. Вы научите их, чтобы уши были отверстия. Не пожелай чужого. Это одна из заповедей. Чужого это, в чужом дворе играть и прочее. Сегодня только показывают, сколько теряется детей. Один вопрос. Любишь детей? Любишь. Почему они где попало ходят? Почему вы их не бережете? Я пришел в милицию, спрашиваю, сколько? Говорят, 50 тысяч. В одной Москве больше 5 тысяч. Бесследно исчезают. Нигде нету. Одного только маньяка поймали, им всего 25 лет. И кто мальчиков брал? 8-9 лет. С булгашами весь город. Митинги идут. Ну что-то делайте. С Москвы приехал. Долго и следовал. И кое-как. Он двоих отпустил. И это послужило к его поевке. Уводит. Насилок. Увозит далеко. Зарыбает и все. Вы могли бы сказать, ну не подходи к чужому. Чужой заговорил, это беда. У меня собака. Я с ней занимался все время. Если бросает такой собаке, можно отраву бросить. Здесь так помещаешь. Если ей кто-то бросает, она уже не разговаривает, она сразу бросается на него, как на врага. А это всего лишь собака. Конечно, и человек. Ты человеку, маму, ребенку накажешь. Свои верующие. Мы друг друга знаем. Чужие едут, не подходите. Он из машины только выскочил, дернул тебя. И ты можешь даже видеть, но ты ничего уже не сделаешь. Я говорю, ну слушайте, что я вам говорю. Римлянам, 11,8. Повторяю, две тысячи и пять раз говорится. Слушай. Две тысячи. Ты вот слушай, слушай. Повторяю слово. Две тысячи. Ты насчитай. И язык заболит. А это две тысячи стихов Библии говорят. Слушайте. Внимательно слушайте. С нами Господь говорит. Я ничего этого не могу сказать без Бога. Считает брат. Римлянам, 11,8. Как написано. Бог дал им дух усыпления. Глаза, которыми не видят. И уши, которыми не слышат. Даже до сего дня. Это люди, которым закрыто. Уши имеют, но не слышат. Господь постоянно говорил. Кто имеет уши, слышит, да слышит. А вот они уши. Э, нет. Это не то. Мы проверим сейчас, что говорит Псалом. Псалом 61,12. Как надо слушать? Это за тысячу лет до Христа. Три тысячи лет от наших дней. И он открыл. Откровение такое было. Как надо слушать? Однажды сказал Бог. И дважды слышал я это. Что сила у Бога. Однажды Бог сказал. А дважды слышал. Думаете, эхо какое-то раздалось. В эти уши пропустил. Сороль подверил это слышание. Душа ухватила это слово. Что сила у Бога. Не бойтесь никаких вирусов. Никого не бойтесь. Бога прославляйте. Сила у Бога. Если Бог назначил умереть, ничего не сделаешь. Ты сегодня можешь что-то принимать. Противоядие немало не поможет. Если приговор от Бога. Только одно. Помилуй Божию. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. Дважды слышал я. Когда ты слышал дважды Слово Божие? Шел и размышлял. А мне Господь сегодня сказал. А сила у Бога. Как же я там-то, там-то плохо слушал. Сила у Него. Повторяю, это сказано для того, чтобы мы не полагали надежду на человека. Когда Аша заболел ногами, а ноги-то у ноги болят. И он взыскал, говорит, не Бога, а врачей. Так он верующий был. На первую очередь туда. Он у меня было, знаете, как болел? Семь лет, почти семь лет. Все договорились. Врачу завтра идти. Уже анализы все прошли. И я только сообщил, видимо, все стали молиться. Я встал, утром глаз не болит. Ну, пошел. Меня переодели. Ложитесь. Мне легче стало. А лазером прожигают что-то на каще. Это же глаз, не пятка на ноге. Я огорчил, кто мне помогал там все это делать. И по сегодняшний день живой. Бог это дает. Вчера у нас тоже было чудо. Мы слышали сила у Бога. Мы там делаем на Симаковском сколько. Это наше местное уже, говорится, событие. И батюшка пришел и говорит. Вы не видите, у вас там весной вода пойдет. Там размоет опять. Я посмотрел и правда. А уже нет. Все рассчитались. Мы ему говорили, мол, говорится, а у него там нож не так и как. Отказывается. Что делать? Мы каждый день стали молиться. И позавчера я уже прямо по интернету все друзей признал. Помолите, чтобы Николай приехал. Мне уезжать никак нельзя. И вдруг он звонит, оказывается. Вчера приехали. Как бывшие, которые у полномочия. И прямо говорит. Звоним всю неделю. Ваши никто не отвечает. Если Бог благословит, понедельник будем работать. Это молитва. То есть он никак не хотел больше ехать. Потому что мы подвели куда надо. И отказались от него. И вот зачем такую дали? Знаете, это где? Это вчера Бог чудо сотворил. Мне надо картошку копать. А я... Нет, мне надо опять на молитву. Господи, ты прямо рядом. Ты слышишь. Мы прямо поминали. Пришли Николая. Верни его нам. Он добросовестный, хороший, ревностный. Быстро все делает. Мы по интернету искали. Никого нигде не нашли. И Бог так сделал. Теперь только одну молитву прошу. Чтобы Бог ему открылся. Я ему подарил еще Евангелие. За труды, которые он сделал для нас. Из Солома 57.5. Я рассказывал о простых событиях. Библия говорит о самых простых. Но там милость Божия явлена. Не подумайте, что не хватает у меня примеров. Но когда они живые, сегодняшние, все живо. 57.5. Яд у них, как яд змеи, Как глухого аспида, Которые затыкают уши свои. Когда человек не слышит, И он о них говорит. А люди, змей, я не видел аспида. Но он как-то затыкает уши свои. Или клапаном, или хвостом. И это людей, которые не хотят слышать Слово Божие. А кто вас упал на мащу? Кто благословил? Шаг они сделают. У нас сестра тут приезжала, Нина. Приехала, батюшки. Стала молиться. А земные поклоны тебя кто благословлял? Ну, какое благословение, когда Господь говорит, Возвони ко мне, я услышу тебя. Даша стала считать Евангелие. А то у батюшки спрашивала разрешение. Да вы что делаете? Это Божье прерогатива. Молиться Богу, а не батюшке. Считай мне батюшки на письмо Библии. Иди к нему благословляйся. А он, может, сам-то в руки ее не берет. Мы что делаем-то? Я не к тому, чтобы священника не признавали. Надо признавать. Но знаете, грань, за которой никаких благословений не надо. Нужно покорное Слово Божие. Я слушаю, мой Господь сказал. Да не отходит книга сия от уст твоих. Но поучается мне день и ночь, дабы в точности исполнить. Иисуса Новина, 1 глава, 8 стих. Дабы в точности. Если Ян Затаус говорит, пришел ты из церкви, не спеши за обед, а расскажи, что ты слышал. Если прокурой была. Она была. Жена. Жена расскажет слугам своим. И так многое сделать. А я ничего успею сделать. Это как будто сегодня. Исайя. 42.19 Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный. Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа. Самые слепые, самые глухие, верующие. Это Бог говорит. Эту характеристику мы не можем спрятать. Вот когда разговариваешь, я вот только сегодня узнал об этом. Четыре вооруженных мужчины, у каждого пистолет, восемь патронов, и они насмеялись над женщинами. Они не знали, кто ей 25 лет. У нее в руках ничего не было. Два поколеченные, а двое полностью убитые. Почему? Она одним ударом четыре ребра на сломала, другому ударил ладонью, проломила голову. Она с пяти лет занимается разным единоборствием. Они не знали, на кого вытолкнулись. И суд ее оправдал. Это была только самозащита. Ну а ты-то где-то сзади стоял, только хотел, я дальше не понимаю. Она мгновенно обернулась, и потом я, говорит, потерял сознание. Скорость. А мы души в своей как? Когда демоны окружают нас со всех сторон. Мы знаем, мы как бороться. Я просто этот пример хочу показать. С пяти лет она училась этому. Училась. Четыре вооруженных человека. Я на всех положила. Двое сидят, судя, перевязывая руки, голову, а двоих похоронили уже. Все по порядку разложили. Я думаю, как мы-то перед Богом будем? Сколько демонов на нас напустил сатана? Умеем не бороться. Если Господь благословит, завтра мне положено на сердце рассказать о совести. Сегодня мы прочитаем еще притча 15.31. Вы сами подумайте, что такое совесть, и как Бог смотрит на это. С совестью мы или не совестью живем? Солом. Притча 15.31. Ухо внимательное к учению жизни пребывает между мудрыми. Внимательное. Слово Божие. Мы все поворачиваем сюда. И еще прочитаем. Исайя 28.23. И можно до 29.00 прочитать. И каждый же день мы прочитаем. Преклоните ухо и послушайте моего голоса. Будьте внимательны и выслушайте речь мою. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет. Когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху, или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и очмень в определенном месте, и полбу рядом с ним. И такому порядку учит его Бог его. Он наставляет его. Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину, но палкой выколачивают чернуху, и тмин палкаю. Зерновый хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивна судьбы его, велика премудрость его. Ну, о чем здесь говорится-то? На поле. Вот и говорят, спроси, как плен у нас сеет, как что было нынче, потравили там. Простые-простые примеры где-то, и этому учит Господь. Вы даже сами не знаете, насколько много вам Бог открыл мудрость, и деревни живущий человек, он все сам делает. И воду ты должен сам намывать, колодец у тебя есть. Ну, все абсолютно у тебя есть. И ты все время думай, как маленькое зернышко, одинаковое, земля одинаковая, воздух один, вода одна, перец вроде не возьмешь. И тут же арбуз такой сладкий. И он перечисляет то, что сеяли, и как обходились, как комбайн обмолачивали. И сегодня, если показать тогдашний комбайн, ну, сегодняшний, а там в серпу снопы подсохнут, потом колотят цеплями, вымолачивают. И сколько же у людей занятий было? А он сегодня один идет, я вижу такое поле, я вижу голое, уже ничего нет. Я с ними все время хожу, засниму и посмотрю. И написано, и это дает Господь. Мы самые простые вещи имеем. Вот даже собачка дома, обратите на нее внимание, как она предана вам. Как она пытается чувства выразить. Она не может сказать, ей хвост нам для этого, как маятник. Вот на все, на все посмотрите, как кошка ластится. И тогда вокруг вы увидите столько же милости Божьей. Люди отвернутся от тебя, но какие бы ты ни был собака, если ты не злодей, она любит тебя. Почему сравнивать с ней даже с женой, она собака выигрывает. Большая преданность, притом хозяин, какой бы он ни был, больной лежит или что-то, нужно научиться смотреть. Слово ласточка, она, считаем, в 83-12 псалом, где у нас в алтаре, Твои Господи, Библия говорит. Это действительно так. Еще прочитаем. 1 Петра 3-12. Слушайте, внимайте народу, ибо Господь говорит, Исаия так начинает, слушай земля, небо и земля, ибо Господь говорит. Потому что отчи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Уши Господа, у Бога ушей нету. Для нас дается понятие, что он, когда услышал Господь, как на земле живут, сойдем, мы посмотрим, как будто Бог не знает, ему надо сходить. Что тщательно Бог разбирает это дело. Он желает дать тебе понятие, что он справедливый. Он тебя любит. Согрешить – дело человеческое, а отчаиваться – дело сатанинское, Нил Синайский говорит. Пусть Господь наши уши прочистит, отмоет, и чтобы худая молва друг о друге не застревала у нас. Ну, услышал, поскорбел, может быть, побеседовать надо, и все. А если ты помнишь день, два, три, и златоуст говорит, злопомнение, даже тебе зло сделали, на самом деле уподобляет дьявол. Сохрани об этом Бог. Если вы услышали это, помогайте другим, которые бывают изо дня в день, он одно и то же с места не двигается. И молитвы еще Бог не принимает. Кто отклоняет ухо от слышания Слова Божия, 28.9, мы считаем, притчей. Молит от того мерзость. Так он в церкви, мерзость, он отклоняет ухо свое от того, что сказал нам Господь. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь. Аминь.